Всем привет, с вами HeadCrab и мы продолжаем прохождение игры Silent Storm Часовые. Отправляемся на очередное задание. У нас уже есть два бойца в команде. Спасение Часового. Англия. Спасение Часового. Один из Часовых, захваченных в плен Молотом Торо, удерживается в заключении в небольшой английской деревеньке. Вас прикомандировали к спецгруппе Часовых, которая должна спасти его. Данное задание является еще одной проверкой для вас. Постарайтесь произвести на соратников благоприятные впечатления. Постараемся, Лондон. Так, отлично. Часовые! Блин, нас сразу заметили. Хреново. Так, спрятаться не удается. Сразу пошаговый режим, посмотрим, что это за городок. Такой вот себе маленький городок. Многоэтажными зданиями. Я вот думаю, где лучше начать... Так, тут окон нету. Тут окна есть. Можно простреливать сюда и сюда. Конечно же выгоднее направо пойти, но мне легче будет забраться. Я думаю... Я думаю, как лучше поступить. Как лучше поступить. Сначала бегом. Да, сюда побежим сначала. Ух ты. Ага, снайпер. Надо скрыться сначала. Еще один. Хороший у меня это вот обзор. Вижу всех с винтовочками. У меня пока что винтовка без прицела. Ей автоматик обычный. Выполняю. Я думаю, у меня этого хватит пока что. Это он у меня стрелял что ли? Идиота. Примити его. Так, скрываемся пока что. Двухэтажное здание. Так, как лучше в него войти? Подорвать пока и дело сделать дырку нечем. Хреново. А в доме может кто-то быть. Так, сделаем метки выстрела. Ну, по-любому вламываться будет наш Сэм. Потому что с автоматом. Значит, он с этой стороны побежит. Сюда. Так. А, кстати. Ой-ой. Вижу какое-то ухо. Значит, тот еще сми в спину. Подойдет. Гранаток пару есть. Можно воспользоваться. В случае чего. Так, ладенько. Ну, этим я готов. И с Сэмом, в принципе, сохранимся. С Сэмом я сразу же вламываюсь. Несмотря ни на что. Мне нужно укрытие небольшое. В доме подойдет. Перехват. Кто? Откуда? Блин. Тут стоит один. С пистолетом. И он мне, блин, может, конечно, навредить. Нет. Не буду я сразу. Не знаю, что будет дальше. Это плохо. Как правильно поступить? Есть у него какие-то гранатки? Есть. С этой стороны. Так, я думаю. Подождем. А теперь попробуем ломиться. Куда? Куда ты лезешь? Блин. Вот я захожу, этот вылазит. Может, хоть в меня не попали. Семьдесят процентов. Попробуем, что ли? Хрен с ним. Семьдесят процентов. Ээээ. Только не стреляй. Куда есть человек? Перехвати их, хедкрабик. Давай. Отлично. Так, я могу с пистолета. Могу ему просто закинуть гранаткой. И все. Ух ты, он еще и выжил. Тяжело ранен. Если тебе просто пристрелю. Не получится пистолетом. Един выстрел. Вот что ж так. Так, опять же, убить не удалось. Но я его там сильно кританул. Это однозначно. И здесь, что он открывает лечение. Тут прям и... Останется. Так, он пытается меня... Он пытается меня обойти, гад. Так, ну ладно. Будем его вот ждать. Перехватим в случае чего. Мне как-то не хватило его очков в действии. Да, все. Отлично. Я думаю, это как раз тот снайпер, который тут был. Вот он вышел из домика. Ко мне прибежал. Так, я вот думаю, хедкрабиком стоит ли подходить. Или нет. Так, не перезарядиться по-любому. Скрыться. Маузер. Маузер мне бесполезен. Так, пойду я на помощь, наверное, через стенку смогу стрелять и с винтовки. Выполняю. Да. Почему-то очков действия очень мало. Ладно. Перехват, перехват. Хорош. Успел. Давайте его расстреляем. Да, в очередь. Хорош. ТТ-шка, обоимы ТТ-шки. Мне она нужна. Да, в принципе, можно взять себе. На следующем ходу. Так, кстати, что-то с звуками. Сделаем. Немножко громче. Так, что-то скучно не было. Так, тут тоже что-то открывается. Слышу уже. Ух ты. Гости. Так, хорошо, что они не профессиональные военные, поэтому они у меня попадают не будут, кроме вот этого. Вооруженные штатские с винтовками. Он самый опасный. Я не знаю, как его снять. Наверное, буду пробовать его. Перестрелки. Убрать. Откуда лучше? Мне кажется, со второго этажа лучше. Но я, наверное, начну с этого этажа. Тут я точно помню, тут еще был. Именно тут. Возможно, штатские. Возможно, нет. Ой, даже где-то сзади пытается зайти. Нет, сейчас пулеметик. Я бы тут пару дырочек сделал бы. А нету пулемета. Нету, нету. Видно? Видно, нафигово. Так, я здесь спрятался сюда. На следующий ход выйти, пострелять. Так, меня волнует этот сзади, который. Я не хочу, чтобы у меня была какая-то детская неожиданность. Вот, я его вижу. Пускай подойдет ближе. Я его успокою и усыплю. Он увидел меня, кстати. Будет ли он стрелять, чтобы я поискал расстояние своего пистолета. Ну, окей. Я, в принципе, не против. У меня винтовка. Ой, хипа, что это делал. Упор лежа и... И, блин, не хватает. Черт, помери. Четыре. Сорок три. Ну, ладно, давай так. Пытка, не пытка. Так, теперь моя очередь. Чтоб будет немножко по-другому стрелять, надо, потому что ты перехватывал часто. Блин. Двадцать четыре. Одну очередь я смогу сделать, и надо прятаться. Да. Если все. Ну, я думаю, потихоньку с ним разберусь. Так, дело в том, что этот начинает, короче, качели устраивать. Мне это не нравится. Так, они уже ближе подошли. Можно, в принципе, и очереди. Черт. Блин. Сейчас попаду под раздачу. Ладно, посмотрим. Блин, они могут, конечно, насильно меня... ...пистолетиками своими покромсать. Это точно. А, они решили чуть поползать. Окей. Сэм. Теперь второе дыхание. Второй шанс. Хорошее. Да, они особо не умные этим. Вот и. Могли бы, конечно, меня и на храпа взять. Так, минус один, отлично. Отлично. Неугомонный тоже тут такой. Прямо хочет, хочет отправиться к братцам. С ножиком тут, с люгерами бегают бандиты. Так, мне не нравится то, что тут еще какой-то один бегает, прыгает. Краб, я думаю, тебе придется в контакт пойти. Ну, а что делать? Придется. Так, никаких ящиков тут нету. Можно посмотреть на второй этаж, в принципе. Так, сохранимся. Так, никого не вижу. Не знаю, стоит ли мне с этим стреляться, а может и не стоит. Так, ну хоть крабом тут точно зачистим придется. Тут угол. Тут кто-то есть. Ой-ой-ой. Почти на месте. Фу, блин, он еще и со спиной сидит, спрятался такой бед. Так, ну что, постреляем? Я бы ему в голову стрянул. С удовольствием. Еще разок. Еще разок. Еще разок. Так, что тут валяется обойма к маузеру. Нормально. Так, ладенько, тут не зачистили. Я думаю, можно будет и тут побегать, посмотреть, что тут есть. Или можно этим подсвечивать, а этим с винтовкой, короче, подстреливать от того на балконе. Как прикажете. Можно, можно. Так, Сэм, давай свети. Видно, видно. Краб. В принципе, видишь. 13% давай. Не попал. Нормально, короче, будем так его оттуда выкуривать потихоньку. Сэм. Потому что сразу очередью, почему бы и нет. Ах, черт. Еще и с ног сбил. Птички нету. Ну окей, тогда будешь просто светить. Хаткрав, давай. Ой-ой. Хаткравина. Так, вижу. Ну что ж так криво. Ага, ранение прошло отлично. За один ход. Хороший выдержанный у меня Сэм. Не успел спрятаться, да? Хороший попал. Так, нет. Сколько у них там... ...противников еще осталось? Так, главное, что мне патронов хватило. Пока я пристреливаюсь к этому... ...снайперу. Ух ты! Блин, я ему, короче, попал в руку. Да. Блин, у него меткость стрельбы сейчас ухудшится. Можно, в принципе, тогда... ...еще раз стрельнуть. Просто отлично. Попал. Зато окно раздолбал, черт его. Так, а если я присяду? Да, не улучшилось. Ничего не улучшилось. Очередь. Давай, хаткравин. Эх. Господи. Начинает думать... ...задуматься над тем, чтобы подбежать и гранату туда кинуть просто. И так, что будет меньше... ...меньше напрягов. Потому что он что-то развалил. Трав, перезарядка. ...блин, слишком крутая перезарядка. Может даже подойти, кстати. О, что-то было. Перехватывал. Что-то у меня заметил. Как прикажете. Так, я автомат тоже... Мне казалось, я его перезарядил. Вот. Хотя, патроны глины. Хотя, патронов не хватает уже. Ладно, я буду тогда так с ним перестреливаться. Патроны мне надо будет найти. А пока что... Да, я уже забыл, что значит дефицит патронов. В первой части я слишком себя чувствовал вальяжно. Так, от краба надо что-то делать. Скрыться, что ли, как-то. Пока что скрыться. Пока что скрыться. Так, Сэм, ну что-то тут побегал-побегал. Что-то нашел. Нет. Тэшку. Придет, тэшку использовать. Поднимать и использовать. Как прикажете. Так, пока что он меня не видит. Это просто замечательное. Так, Сэм. Обойма. Тэшка обойма. Да, и будем подходить. Есть у меня одна гранатка, это уже хорошо. Походу у них не густ сейчас осталось противников. Противников, да. Пока эти перестрелятся, Сэм попробует побежать ближе. Не попадает. Не попадает. Хэт крабик. Блин, что ты там прыгаешь по деревьям, что ли? Зайчик. Так, а теперь как-то есть. Можно войти. Сохранимся. Сэм. Так, и залезаем сюда. Здесь-то больше нет никого. А нет, через окно не получится. Придется так. Ну, я думаю, мы немножко поаккуратнее будем это все делать. Потому что нам еще нужно на второй этаж забраться. Посмотрим, что у них кто спину, но к нам не... Ух ты! Сидел такой, блин, на кухне. Партизан. Ой, у него тут есть обоймы. Обоймы к парабеллам. Парабеллам лучше, да, беру. Блин, конечно, так было. Хорошо, что у него первый начал стрелять. Повне. Это как-то экономить, наверное. Автомат, эти вот. Боезапасы автомата. Ну, блин, а в доме тут только с автоматом не можно ходить. В другом никак. В другом никак. Перезаряжаться. Ага, еще есть пара. Так, сохранимся. Неплохо мы зашли. В этой комнате кто-то есть? Блин, кто-то может быть? Коврик такой красивый. Так, гражданский. Хорошо. Сейчас я его в спину расстреляю. Ага. Автоматчик. И непростой. Видимо, он кого-то охраняет. Может и нет. Не знаю, не знаю. Одиннадцать процентов вероятности попадания. Мне это не очень подходит. Мне надо как-то вот сюда пробраться. Отлично. 70 процентов, давай. Давай, родной. Давно пора. Бедолага, прям, с второго этажа. Так, я качнулся. У меня хиткраб. Давайте посмотрим, хочу качнуть его. Так, я хочу вот это. Тут вообще ветка хорошая, она, да, она такая, прокачиваешься, чтобы, вот, вот, твой персонаж был, как можно, менее уязвим. Эта ветка просто подходит на сто процентов для этого. Поэтому мы и будем это качать. Так, я, пожалуй, подбегу к нашему другу. Как-то, там еще каким-то образом надо будет выкурить того чувачка. Всего лишь 22 патрона хороших. Я думаю, этого хватит. Так, давай сюда, сохранимся. Быстрее. Ух ты, он даже не заметен. Так, я думаю, ему гранатку под ноги кинуть. Сэм, да, у самого есть для гранатки. Сохранимся, сейчас закинем его. С приветом. Еще одну. Течение, дырка. Ух ты, там даже дырка образовалась классная. Так, 62. Пожалуй, вот так. Да, и все. Так, ну, вперед он тут не пробежится. Это хорошо. Пока будет обходить, я его уже добью. Ух ты, как он брутально начался расстреливать хедкрама. А ну, посмотрим, что там. Эх, то мне удалось так скрыться-то, а. Так, я думал, пора с ним заканчивать. Да. И вот магазинчики, те, что мне нужны, как раз. МП-40. Магазинчики МП-40. А, где его автомат материалом внизу. Вот автоматик поднимет хедкрамик. Ему нужна как раз такая штучка. Так, Сэм. Ему нужны немножко другие патроны. Эти побережем. Это еще понадобится. Посмотрим, что там еще есть. Может, Ваня спрятается. О, вот. Ты цел? Да. Спасибо, что пришли на помощь. Благодарить будешь, когда выберемся. Идти можешь? Могу. Еще бы оружие найти. А-а-а. Так просто нас отсюда не отпустят. Оружие найдем. Мы тебе дадим оружие. Так, теперь надо подумать, как обороняться. Вот у них они вышли вот тут вот, да? Или тут? Нет, мне кажется, они именно вот тут вот вышли. Сохраниться и начать, короче, разбирать их. Так, Уоллес. Англичане, блин. У меня одни англичане. Сэм, Уоллес. Краб. Так, ты у нас кто? Ты у нас кто такой вообще? Медик, что ли? Нет, ты простой военный. Простой солдафон. Окей. Нормально. Сейчас пойдем к этому, к мозгу, а потом все остальное. Так, значит, кто тебя нашел? Тебе нашел Сэм. Сэм, что тебе может предложить? Сэм тебе пока что ничего не может предложить. Хедкрабик ты забрал. Да, МПшечку забрал. Блин, хорошо, что хорошая штучка. Не хочется отдавать ее. Так, нам теперь надо понять, где лучше держать оборону. Оборона. Оборона. Так, дам тебе, короче, ТТ-шечку, Уоллес. На первую пору. Пока мы тебе ничего лучшего не нашли. Тебе этого хватит. Так, у нас пока это останется. Надо начинать от них отмахиваться. Блин. Преградил, короче, дорогу. Хреново. Так, Хедкраб, как бы тебя правильно использовать-то, а? Как же тебя правильно использовать? Через окошко. Нет. Так, положим тебе прям тут у входа. Будешь, во-первых, на них смотреть. Значит, их не видишь, могут. Хорошо. Смотри на них. Мы будем готовиться к встрече. Так, Сэм. Будешь прям из окна их расстрелить. Волос за быстренько завинтовочкой. Так, понял. Этот волос будет у нас в третьей команде. Хедкраб его начинает начинать уже веселье строить. Да, такая не особо метка. Винтолочек. Ух ты, он попал. Ну, что это у него? Обычная. Какая-то обычная массинка, а он попал. Хорошо попал. Жаль, что у меня гранаты нет. Я бы сверху кинул прямо на голову. Так. Ну, давайте, наверное, начнем их расстреливать. Кстати, я так и не посмотрю, что в ящике. Волос как раз может этим заняться. А ну, волос, открывай. Что-то должно быть. Ой, двоих офигеть. Просто замечательно попал. А, зацепило. Слегка. Держись, хедкрабище. Ну и что? А ничего. А банка? Обычная обманка. Так, ладно, беги тогда за ружьем. Что думать, кого ждать? Некого ждать. 6, 7. Думаю, лучше кто-то с винторг сначала. Не вижу этого стойка. Так, пока что держимся. Куда он убежал? Черт. Ой, в голову попал, в голову. Гранатка выводилась. Отлично. Так, Сэм, а ну подойди ближе. Там кто-то убегал. А, далеко не убежишь. Не попал. Волос. Несколько тебе ждать. Нужно возьмёшься в руки. Тут уже всё закончится. Всё веселье. Иди патрон, ага, есть патрон. Отлично. Крабик, ты этого видишь? Нет. Ты этого не видишь. Чтоб ты его увидел, тебе надо подойти поближе. Хотя лучше так через окно вылезу. И отсюда начну его накидывать. Так, отлично я ему в руку попал. Блин, уже прям некуда бежать, бедолаги. Некуда бежать. Так, прицели нет таким. Попал. Так, кстати, волос ты там уже готов? Да, готов. Давай. Хреново. Как-то, блин, у него желучек какой-то нет. Молот, молотый с Тора. Он пытался вылечить. Не получилось. Так, всё, отлично. Отлично, мне кажется, мы всех уже уложили. Остается только немножко подлотать свои раны. Пять, пять, пять. Да, тут все по пять. Свои и с эморанами можно подлотать. Задание выполнено. Спасти захваченного часового. Конечно, спасём. Так, сейчас все быстренько соберёмся в одну банду. Рана серьёзная. Я долго не протяну. Да перестань, какая нахрен серьёзная рана. Перезарядимся, кстати, да, все. Все, кто может перезарядиться. Так, волос, сладенько, ты пока свободный. Наверное, посыграешь всё, что возможно. Ну, невозможно. И думаю, на этом мы покинем эту зону. Посыграем по максимуму всё, потому что это можно будет продать. Очень многое можно будет продать. Многое появилось. Чтобы места хватало. Всё, практически, собираем. Всё, забираем. Всё. Атомат можно чуть-чуть так вот сделать. Уплотнить. Патрончики пошёл. Пошёл, пошёл. Так, сама давай лечим. Уолос. Так, Маузер поднять не удастся. Побываем мы ещё и в этом домике. Так и сохранишь на себя. А вдруг, а вдруг там какой-то немец прятался. Больше не лезь на рожон. Так, всё, товарищи, тужение. У неё, ну, состояние. Так, ладно. Уолос уже и так бы мы его нагрузили по полной программе. Зато Сэм может ещё собирать что-нибудь. Так, тут что из домика. Так, на этом, на первом этаже ничего. На втором этаже я тоже не вижу. Никаких этих вот. Никаких не вижу ящиков. Штатские зато есть. Сюда беги. Так, а ещё есть на два магазинчика. А почему ты? Давай этот хаткраб поднимет. Потому что у него тоже есть винтовка. Сэм, ты пока тут лазишь. Ага, есть, вот её же тут на первом этаже. На втором сейчас тоже проверим. Никто ли не спрятался в туалете? Ух ты, и гражданская одежда. А, класс. Неужели можно этим быть какими-то диверсантами? Неужели гражданская одежда может обмануть врага? Да, блин, два ножа, офигеть. Очень, там очень, ценные были. Хреновины. Так, ладненько, миссию мы выполнили. Выходим. Из-за этой миссии. Довольно, хотели вмензону? Да, нет, как я хочу. Оплата за миссию 500 долларов. Так себе. Ладно, эту статистику я не буду фапать. Она вполне неинтересна абсолютно. Хм, тебе удалось произвести впечатление на наших ребят. Теперь можно перейти и к более серьёзным вещам. По информации, доставленной Борисом, Молот ведёт активный поиск секретных технологий Третьего Рейха. Зачем им это? Не перебивай. Я уверен, Молот заинтересован в создании своей атомной бомбы, с помощью которой он сможет диктовать всему миру свои требования. Наша задача – не допустить этого. В настоящее время мы ведём работу по многим направлениям. Тебе, как новичку, я могу предложить четыре несложных задания. Возьмёшься? Так точно. Что за задание? Доставлять Молоту неприятности. Для этого ты можешь нанять любого часового. Вон в том шкафу находятся их личные дела. Что ж, пара-тройка толковых солдат мне не помешает. Я тоже так думаю. Если в бою кто-то из вас будет ранен, то по возвращении на базу он сможет получить квалифицированную помощь. Деньги за задание будешь получать у меня. Хорошо. Можно идти? Отлично. Окно выбора миссии. Здесь вы можете выбрать одну из доступных в данный момент миссий. Чтобы получить информацию о миссии, челкните мыши по его программе. Чтобы выбрать миссию, вы нажмите кнопку «Выбрать». Выбранная миссия не будем выполнить, чтобы перейти в следующую. Так. Хорошо. Оплата даже тут увеличивается. Пропорционально. Ага. В архиве. Блин, амин. Да. Прототип ракеты. Ученый. Чужой информатор. Так. Но сейчас я хочу посетить этот вот. Эээ. Нет. Сначала надо набрать команду, кстати. Ахтонаймон, блин, да они еще и за бабки нанимаются. Охренеть. Да, учитывая, что бабыла у меня нету, нанять никого у меня не получится. Черт побери. Это по пандосу. Ой, братюня черненький. Так, ладно. Хрен вас два, блин, не нанять кого-то. Сейчас посмотрим. Где, блин? А, забрали у меня двухчасовых. Опять я в одиночку буду. Блин. Ну, ладно. А они же там куча, куча амуниции у них там торчало. Это вот. И где она теперь эта вся амуниция? Ага, они сюда скинули. Отлично. Это хорошо, что они не пропала, блин. Амуниция. Просто замечательно. Так, оружие то, что я хочу, пока что я не вижу. Автоматом будем пользоваться. Пистолет не хочу, хочу, не хочу, не хочу. Парабеллум. Нифига себе, даже такие патроны. Нужны магазинчики. По-любому. Так, а эти автоматы, что мне с ними делать? Продам их. Ничего не валяются. Ничего не будет валяться. Лучше их превратить в денежку. Так, насчет винтовки. У меня винтовка Ли-Энфилд МК-1 24-44. Дальность 47. Затраты 26-35. Пробивная сила 48. Такая же. Маузер 27. Так, 49. 25-34. Ух ты. Маузер покрасивее выглядит. 25-34. Даже меньше, да, ага, даже меньше трата. Блин, ну а патронов-то к нему не так уж много, но ладненько. Хотя, нет. Маузер, возьму маузер себе. Блин, да нет, у него мало патронов. Черт, маузер. Буду лучше этим. Десять патронов в рожке, это вообще замечательно. А вот эти вот я продавать буду. Блин, почему нельзя продавать сразу же с этого вот. Неплохо было бы. Придется теперь туда-сюда их переносить. 30-40. Ух ты, это еще лучше штучка. 18-24. Есть из чего выбрать. А вот еще один маузер. Он не сильно отличается, если честно, от остальных. О, я хочу Льюиса. Дорого. Хотя, может, как-то удастся у нас наш Крипсти сейчас. Сейчас все попродают. Гранатки, блин. Офигеть. Так, сейчас все начну продавать. Начинаю с пистолетов. Так, я думаю, что амуницию я все-таки продавать не буду. А вот сами пистолеты продам. Так, еще одну винтовочку поместим. Да, поместим. Блин, неужели нельзя продавать? Нужно, нужно продавать прямо отсюда. Так. Так, блокировка. Правой кнопкой. Нет, не получается. Это что? Атрибуты. Или нет? Не пойдет. Блин, придется бегать так. Конечно, занятия не самых приятных. Но, учитывая то, что денег очень сильных... Ага, через Control можно, правда, продавать. Отлично. Учитывая то, что денег мало, придется немножко побегать. Маузер. Ты даже маузер продам. Нахрена мне нужен? Ножи, к черту. Гранатки нет. Гранатки не отдам. Гражданскую одежду не отдам. Так, все, походу, продавать больше нечего. Надо что-то покупать. Так, 3000 мы нашкребли. И что мы можем взять на эти 3000? Можем взять Льюиса. И патронов к нему нормально. Мне эта идея очень-очень нравится. Потому что я люблю пулеметы. У них занятого в обойме дофига. Скорострельность. Короче, все как... Как это вот, как завещали. Беру. А что? Ага. Так, ну тогда я... Должен закинуть тогда остальные, эти все причиндалы назад. Хотя я мог за эти 3000 нанять реально еще одного себя, союзника. Но мне сейчас хочется нормальное оружие, черт побери. Зачем мне? Потому что союзник не так... Не так остро. Союзник нужен. Должен эти подходят прям на ауты по 10, а в барабане. 47, но выгоднее, конечно. Так, 40, если такими... Такими насильными патронами больше. Так, я думаю, что мне понадобится немножко больше патронов. Я уже попробую... Они бесконечные, кстати. Так, все. Я, короче, полон силы экипирован и опасен. Готовы мы отправиться на следующую миссию. Мы отправимся на следующую миссию уже в следующей серии. На этом мы закончим данную серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. А на сегодня все. Пока-пока. До новых встреч, друзья.